это мои друзья они сегодня будут не помогать съемки вот это цветочки вам специально спасибо что приняли мое предложение съемки спасибо что пригласили сегодня я хочу с вами ваш чай без лимона можно спасибо большое спасибо большое это я за хозяйку или же за гостю ну в данном случае я вас как гостю вижу я вас пригласил вот спасибо что пришли у меня страница ночной баку страница о городе я хочу чтобы вы сегодня как бы поделились своими впечатлениями о городе о ваших воспоминаниях о том как началась ваша карьера вот и наверно значим сначала момент когда значит вы приступили именно к своей певческой карьере ведь вы учились в мединституте еще раньше с 13 лет это не карьера это наверное просто увлечение мамина увлечение у нас хоть и никакого отношения к музыке не имели но и как и положено у всех шушинцы у дедушки голос у тети голос халам у мамы пять и у меня ну у меня я наверно за всех их вместе отхлёстнула все четыре октавы четыре октавы но это по-моему редкость да четыре октавы или нет музыкальном образовании поэтому не знаю по-моему это редкость четыре октавы это редкость это всего на моей памяти два голоса то есть этим вы занимались еще до мед образования конечно я в мединститут поступила уже будучи флорой херимовой будучи знаменитой я очень благодарна я хочу вспомнить низкая просто благодарность ректору профессора и вас сейчас уже до джанет и шала вот он следил за тем чтобы меня не оставили на полпути и еще был ректор межедов это когда наступили очень трудные времена для меня когда ушел из жизни мой супруг профессор тупчебашева вот тогда меня очень сильно притесняли и тогда ректор бюджетов палафараджевич помог он да нет нет он не только помог от меня хотели избавиться а кто в самом раннем периоде посоветовал вам и увидел разглядел вас именно вокальные данные мама наряжала меня наряжалась естественно сама она была очень знаете как бывают красивые женщины а бывают вот смотришь обычно яркая от которой отвести глаз невозможно мама была из этой категории она меня выводила гулять ну я одетая мама задетая идем вдруг мне захотелось это не раз бывало она очень этого момента боялась я устала я хочу на руки мама гурбан мы скоро вот уже идем домой какой идем домой нет я сейчас хочу вот сейчас хочу на руки и мама рассказывает на таких высоких нотах ты выражала свой протест чтобы ничего не оставалось как тебя будут с этой грязью вместе вот тогда не было грязно чистота было неимоверно вот так вот мама почувствовала что у меня есть голос я в интернете читал что вы значит сотрудничали с Эмином Сабитоу и это была очень такая удачная да удачная тандема я его обожаю и я его всегда помню помню с большой благодарностью вообще всех композиторов которые имели в моей жизни в моей судьбе в моем становлении и в том что я сейчас ну знаете по-разному в разное время фамилия имя звучит в разном назначении и в разном значении вот я флору да сейчас вот тогда первый раз после шафии ханом ко мне в дверь постучался ох таки земли вот после ох таки земли был тофик бакиканов я ему очень благодарна тем что он но среди года это нонсенс взял меня к ректору вот это Ахмедова земля ему блогу и меня среди года где-то в декабре без экзамена зачислил в законное училище абсолютно я ничего не сдавала просто в его кабинете я спела под комбинет тофик бакиканова ваша визитная карточка флору киарипой сложно сказать ну по-моему все песни которые я исполняла они все песни удачи песни которые вызывали все абсолютно уважение ко мне песни которые раскрыли все абсолютно каждый в какой-то мере мои вокальные возможности и еще знаете вот творческие возможности творчество не только исполнение творчество еще как исполняешь творчество что ты вносишь в вокал творчество найти себя в песне и создать образ песни оживить я всегда говорю что вот когда хвалят нас я говорю что ну может быть это мое представление потому что потому как сейчас исполнители ведут себя ком королю сват министру это меня удивляет ну может быть я человек той эпохи но мы проводник между композитором между поэтом и зрителем мы важный элемент но проводник и правда от нас зависит что создается в тандеме между композитором и поэтом и немаловажное значение имеет обоживание вы упомянули что поступку уже вот после того как вы стали популярным выступаем уже перед зрителем вы поступили в мединститут был ли какой-то выбор сложность выбора когда сына меня приняли я не была популярна тогда это слово абсолютно не имела под собой никакого смысла тогда было искусство или ты поешь или тебя принимает оценивает и дает какой-то вокальный облик ты или умеешь петь или не умеешь независимо от возраста и я вам скажу что это популярность я не знаю что за слово сейчас я популярен я популярен то есть гуляя по городу в те времена вы не ощущали какой-то нет я ощущал любовь то есть если сравнивать то время и сейчас настоящее тогда это была любовь а сейчас популярность это совсем и мы от этого не страдали мы видели отношения мы видели по тем временам любовь и это вам помогало да подпитывало я знаете я не была зависима от этого я даже не знала насколько я насколько мой голос носос я не знала даже насколько мой голос красив в тембре первый раз это озвучало я себя слышала от других исполнителей и какие-то достойные черты моего голоса как образа как живого существа я себя слышала от других когда они вне меня говорили обо мне ну когда рядом понятно это уже понятно вот тогда я удивлялась и эти понимаете вот эти черты хотела искала найти но настолько это было моей природы что я себя не то что я не думаю о себе как до тех пор пока меня сильно не задел хочу затронуть городскую тему говоря о городе и о людях которые в ней живут как вы считаете изменилось ли взаимоотношение между людьми я часто задаю многим этот вопрос хотелось бы услышать в прошлом конечно изменилось во первых изменилось и это чувствуется потому что население приумножилось условия социальные изменились то есть война сыграла огромнейшую роль в создании создание знаете как иметь не остаться голодным вот раньше мы дети войны достаточно было в холодильнике есть еда и если к нам приходил гость все выкладывают сейчас этого нет уже не потому что нет не потому что они жадные потому что если они выложат на стол ребенок останется голодным приходится вот как-то сжиматься это конечно меняет характер но я думаю что с характером меняется менталитет безусловно когда весь мир настроен на один лад ты не можешь очень долго сохранять себя в том девственном что присуще твоему народу что присуще было тебе как бы ни было что бы ни было все понимаете как-то индивидуализируется появляется мое наше заменяется мое это все повлияло на музыку как вы считаете да да вчера я была на день рождения Сархана Керамова и когда я зашла в зал пели ретро сына вы не представляете мое состояние наверное никто в зале не чувствовал эту разницу эту боль это я не хочу удовольствие говорить удовольствие нет это болезненное состояние необходимости услышать музыку пел неплохой голос пел со вкусом но там были люди искусства каждый по-своему был знаменит я понимала что певцу неловко особенно его вот так его манеры но какое было удовольствие и какая была боль я чувствовала что мы теряем вот так знаете вот я сейчас говорю мне даже больно вот хочется схватить и удержать эту красоту эту великолепную музыку эту великолепную музыку это вкус этот уровень который выносил нас на высоту ценителей искусства ведь советское время было очень коротким для того чтобы утвердиться так в своей музыке и заставить народ принять музыку вчера звучала музыка по которой еще раз узнавали что это Азербайджан далеко за пределы Азербайджана вчера был день когда я вспоминала Рашида Бейбутова Бюль-Бюля Шокеатхану из них вот знаете вот такое сплетение национального современного даже немножко как-то перешагнувшие этот рубеж настоящего мне было больно во время вашего жизненного пути были какие-то удачные моменты с которыми мы хотели бы сейчас поделиться по воле каких-то случайностей вы это с легкостью преодолевали нет с легкостью я никогда ничего не преодолевала но у меня жизненная манера консультироваться с юристом не с одним а с несколькими только после этого принимать какие-то меры безопасности причем от каждого я слышала рационально и воссоединяло и находила единственный правильный выход который не приводил меня к поражению сейчас на данный момент видя какого-то талантливого человека вы как-то делаете какие-то шаги чтобы помочь ему и поднять его конечно я только и делаю что помогаю не уставая чувствуете ли вы ответ на благодарность нет конечно нет возвращаясь к теме культуры вы можете сказать что культура опустилась в уровне в городе я встретила вас когда увидела вашу группу и я удивляюсь что еще есть такая безусловно безусловно есть люди которые говорят на родном языке высокоинтеллектуально среди моих молодых друзей их много но они тоже знаете вот великое не множество и я ими горжусь у меня такой вопрос представьте что вы живете в том старом Баку и как вы думаете потребовалась ли вам юридическая защита в том старом Баку к сожалению да тогда анонимки играли большую роль сынок у меня хотели отнять квартиру хотела отнять квартиру меня очерняли в мой адрес говорили что я чудо не враг народу потом через очень многое время уже вот недавно года два тому назад я в газете Мусават прочла интервью полковника на кассе собирали материал чтобы меня расстрелять как врага народу вы представляете что творилось там такая отсебячина была да я бунтарь я не скрываю и сейчас я бунтарь я даже я даже может быть не действую учитывая свой возраст 78 лет это уже это уже возраст покоя а я все так сразу несмотря на все это находились люди которые хотели меня ах уберечь нет опозорить опозорить как вы считаете где они там свернули почему не создается новых каких-то музыкальных шедевров где эти новые композиторы к которым бы вы например обратились или они к вам обратились и вы создали какой-то новый музыкальный тандем новые какие-то имена почему их нет как вы считаете я бы не сказала нет я просто сейчас не хочу отделять друг от друга есть несколько композиторов но не в том количестве но не в том количестве а потом знаете как-то все обособлено раньше например никогда именно саби Торлу не высказал себя плохо а ухтайки аземили раньше никогда они оба не высказали о покойном рамизме решили и наверное они все вместе были как-то в одном кругу вы знаете да они были сплочены я уже не знаю что здесь было и что здесь было но они были сплочены ну и наверное они как минимум в одной музыкальной атмосфере были атмосфера мало что влияет на порядочность людей нет просто люди были такими ну я думаю если они были вместе то у них наверное и вкусы совпадали нет они и не были вместе каждый отдельно был но чтобы один сказал против другого я почти 99 процентов композиторов того времени я их первая певица я и с ними общалась до конца где-то у кого-то их последних дней например был покойный Тальман Гаджиев я помню я помню когда Киров Аббат ознаменовали Гянджу он был сам гянджинец киратомиров это была такая радость это такой праздник был это был праздник народа что Киров Аббат переименовали в Гянджу сынок за культурой стоит безопасность страны за языком стоит уважение к своему языку мы просто плохо сочетаем это я просто верная дочь своего народа который обладает очень очень ярким и таким изощренным фольклором в принципе это было все что я хотел вас спросить спасибо большое что я думала что вы мне зададите вопросы которые в общем то на которые трудно будет ответить нет что вы вопросы я считаю лайтовые все позитивные я считаю таких каких-то каверзных ни в коем случае не было желания задавать такие а надо было потому что у каждого из нас есть желание увидеть каверзное и только вот в таких передачах мы можем сказать правду ну я думаю что это не последний раз когда мы с вами встречаемся я надеюсь вы еще раз а я думаю что я посадимся все я думаю что это в общем то что в этом это но то это что это это Продолжение следует...